Дорогие друзья, я хочу объяснить вам, что такое конкуренция, почему ее нет в Казахстане и последствия ее отсутствия. Что такое конкуренция? Давайте в качестве примера возьмем хлебный магазин. Допустим, в вашем городе единственный хлебный магазин. Почему? Потому что так решила власть. В этом случае это типичная монополия. Какие обычно возникают проблемы в этом случае? Представьте, в вашем городе живет 100 тысяч человек. Тогда один хлебный магазин должен обеспечить хлебом всех жителей. Вы сами заранее можете сказать, что будет в этом случае. Во-первых, будут гигантские очереди. Вы не сможете покупать столько хлеба, сколько вам необходимо. Очевидно, что сразу будут установлены правила, по которому будет разрешено покупать только ограниченное количество хлеба. Во-вторых, хлеб будет, безусловно, продаваться плохого качества, так как продавцу хлеба не надо бороться за качество выпускаемого хлеба. Его купят и так. В-третьих, владелец может поднимать цену на хлеб, так как у потребителя нет возможности купить хлеб в другом магазине. Помните, как совсем недавно такая ситуация была по нефтепродуктам и углю? Огромные очереди, продажи некачественного бензина и угля. Резкий рост цен, особенно это было заметно по углю. Почему? Потому что этими товарами торговала только семья Назарбаева через своих подставных лиц. То есть монополия Назарбаева привела к росту цен, очередням, плохому качеству товара и плохому обслуживанию, когда потребители нефтепродуктов и угля буквально унижали, прежде чем продать эти товары. Теперь вы понимаете, что такое монополия? Как влияет это на вашу жизнь? Давайте теперь разберём ситуацию, когда монополии нет. И в качестве примера снова рассмотрим хлебные магазины. Но теперь представьте, что в вашем городе появилось много магазинов с разными владельцами. У вас появилась возможность выбирать. Если хлеб дорогой у одного владельца магазина, то можно пойти к другому, где хлеб дешевле. Или если хлеб у одного магазина некачественный, тогда вы можете пойти в другие магазины, где хлеб качественный. Почему качественный? Потому что эти магазины начинают конкурировать между собой, что вы купили хлеб именно у них. Они для этого улучшают качество и ассортимент хлеба, понижают цены, улучшают интерьер магазина и сервис. Вас встречают приветливые продавцы, которые прекрасно вас обслуживают, чтобы вы купили хлеб только у них. Эти хлебные магазины стараются дать вам лучшие цены и качества. Таким образом, цены на хлеб становятся не только ниже или стабильными, но вы получаете разнообразный и качественный продукт с прекрасным обслуживанием. В этом случае не будет никаких очередей. Вас уважают, борются за вас. Почему? Потому что у вас есть выбор. Магазинов много. Вы можете уйти в другой магазин, если вас что-то не устраивает. Теперь посмотрим на рынок Казахстана. Где вы ощущаете проблемы с ценами и качеством? Практически во всех отраслях экономики. Там, где существуют монополии Назарбаева. Производство электроэнергии, тепла, нефтепродуктов, хлебные монополии, монополии на средства массовой информации, телевидение, монополии на строительство дорог и многих объектов строительства, монополии на распределение земли, монополии на связь, авиацию, крупные торговые центры, которые все под контролем Назарбаева и его близкого окружения, с которыми он вдоль. Монополия даже на базары. Назарбаева монополия на власть. Никто не может выдвинуть свою кандидатуру на должность президента без риска для своей жизни. Назарбаев уничтожает своих конкурентов, сажает в тюрьму, преследует их по всему миру, пабрикуя уголовные дела. Полное монополии на средства массовой информации, телевидение, над прокуратурой, судебной системой, позволяет ему объявить любого оппонента мошенником, убийцем, вором, преступником самого различного масштаба. Следственные органы придумают любые обвинения, суды выносят любые приговоры, когда им прикажет Назарбаев. А средства массовой информации и телевидения подадут по всей стране так, что народ будет слышать только то, что нужно Назарбаеву. Таким образом, монополия на власть даёт Назарбаеву всё. Он один, и в стране нет других политиков. У народа Казахстана нет выбора, и он может творить, что хочет. Развалить экономику, врать десятилетиями, и все это будут терпеть. Монополия на власть даёт Назарбаеву возможность получать монополию на многие сферы в экономике. Пользуясь этой монополией на власть, Назарбаев отдаёт лучшие месторождения и заводы своим родственникам, партнёрам по бизнесу, которые вместе затем взвлекают прибыль. Он отдал крупнейшие предприятия страны, которые монопольно производят нефть и нефтепродукты, медь, цинк, алюминий, ферросплавы, золото и другие металлы своим партнёрам по воровским схемам за бесценок стоимостью сотни миллиардов долларов. Назарбаев со своими подельниками зарабатывает миллиарды долларов, выплачивая работникам этих предприятий по 300-400 долларов в месяц, где-то 100-150 тысяч тенге. На аналогичных предприятиях мира средняя зарплата не менее 3 тысяч долларов или 1 миллион тенге. А нефтяники в этих странах зарабатывают в среднем не менее 10 тысяч долларов в месяц, то есть свыше 3 миллионов тенге в месяц. Почему наши работники зарабатывают так мало? Потому что всеми этими предприятиями владеет Назарбаев. И он устанавливает низкие зарплаты на этих предприятиях по всей стране. У работников этих предприятий нет выбора, потому что в каждом городе и регионе монопольным владельцем этих предприятий является Назарбаев и нет возможности найти другое предприятие и получать более высокую оплату за свой труд. Все это является причиной монополии. Монополии на власть и как следствие монополии на экономику страны. Это очень большая проблема для народа. Это прямо влияет на нас. Посмотрите на рынок нефтепродуктов. Бандит Кулебаев, зять Назарбаева, контролирует абсолютно все на этом рынке и вытворяет он все, что угодно. Когда цены на нефть в мире понижались, цены на бензин в Казахстане росли. В стране нет качественного топлива. Казахстан не производит высокооктановый бензин и нет высокого качества дизельного топлива. Мы импортируем нефтепродукты из России, причем являясь крупным производителем нефти в мире. Назарбаеву Кулебаеву нет необходимости реконструкции трех существующих еще советского периода нефтеперерабатывающих заводов. Семья Назарбаев и так хорошо зарабатывает, продавая некачественный бензин. Зачем им делать инвестиции, чтобы поставлять высокооктановое топливо? Они могут легко устроить дефицит, организовать очереди и панику, и поднять цены. И народ все равно будет стоять в очередях, чтобы наполнить свои баки. Если бы была настоящая конкуренция, было много производителей и поставщиков нефтепродуктов, как в случае с хлебными магазинами, тогда бы и цены на нефтепродукты упали, качество сервиса улучшилось бы, и не было бы никакого дефицита и никаких очередей. Казахстан не производит чай, одежду, бананы, сотовые телефоны. Разве на них есть в очереди? Именно эти товары поставляют компании, которые не находятся под контролем Назарбаева, и поэтому с этими товарами у вас нет никаких проблем. А как насчет банковской сферы? Тоже Назарбаев, Кулебаев контролируют все основные банки страны, причем открыто. Им не нужно улучшать сервис, нет необходимости снижать ставки на кредиты, не нужно делать вообще ничего. Мы обойдемся пятью-десятью банками. Нам не надо 36-40 банков. Все равно народ будет брать кредит именно в его банках и попадать в кабалу. У вас нет никакой альтернативы и выбора. А что бывает, когда нет выбора? Правильно. Очереди, плохое обслуживание, высокие цены, низкое качество продукта. Все это следствие монополии. Теперь более актуальное – рынок угля. Казахстан производит угля на душу населения больше всех в мире. Мы входим в число восьми крупнейших производителей угля в мире. И при этом у нас дефицит угля. Задумайтесь. Причем зимой дикий холод. Люди просто мерзут богатейшим углем в стране из-за монополии. Весь рынок производства угля контролирует семья Назарбаева. Им не с кем конкурировать, потому что у них полная монополия на уголь. И они действуют как бандиты. Повышая цены на уголь, когда люди вынуждены покупать уголь только у них. Зимой проблемы с углем, осенью с топливом, весной паводки, летом не хватает воды. И не только для полива урожая. Во многих регионах страны нет обычной питьевой воды. Людям села отвозят воду в машинах. Люди, очнитесь. Мы в каком веке живем? Нужны структурные, антимонопольные реформы во всех отраслях. А это невозможно, пока у диктатора Назарбаева монополия на политику страны. Нет конкуренции. Сильные оппозиции. Независимые политики не могут предложить свою программу развития страны. Людей нет возможности выбрать лучших политиков, как в случае с хлебным магазином, чтобы принципиально улучшить свою жизнь. У нас политика один, Назарбаев. Который почти 30 лет у власти и отсутствие возможности выбора политика приводит к тому, что страна в разрухе. Мы живем как в 19 веке, не имея самого элементарного, не имея достойной работы, жилья, хорошего образования, медицины. Тотальная нищета и отсутствие будущего. Почему? Потому что у народа нет выбора. Нет возможности выбирать себе власть политиков, потому что в этой сфере полная монополия на власть у Назарбаева. Это приводит к деградации страны и к тяжелой жизни всех граждан, кроме Назарбаева и его приближенных. Назарбаев не бьется за ваши голоса, за ваше расположение. Один я вот, видите, торчу. У вас других нету, поэтому держите за меня. Следующий хуже будет еще. Он не пытается улучшить вашу жизнь, помочь найти вам хорошую работу, не создает новые рабочие места. Он не борется за вас, как те самые хлебные магазины, чтобы вы не ушли в другой магазин. Назарбаев не боится, что вы уйдете к другому политику и проголосуете за него, потому что эти политики уничтожаются. У вас нет выбора. У него полная монополия на власть. Почему жизнь в ведущих странах Запада во много раз лучше, чем в Казахстане? Потому что там много политиков. Потому что там честные выборы. Эти политики, как в хлебных магазинах, борются за голоса своих избирателей. Они предлагают различные программы своим избирателям. У народов этих стран есть право выбора политиков, как в хлебных магазинах. Поэтому там политики не врут своим избирателям, исполняют свои предвыборные обещания. Именно поэтому в этих странах народ процветает. Процветает потому, что в этих странах есть оппозиция, конкуренция. Продолжение следует... 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 То есть всё, как с хлебными магазинами. Когда хлебных магазинов много, тогда появляется конкуренция, низкие цены и высокое качество. Так и с политиками. Когда много политиков, когда политики борются за каждый голос своего избирателя, тогда и политический курс страны направлен на благо народа, на его лучшую жизнь. Но когда монополия на власть у одного человека, тогда всё плохо. Как в Казахстане, когда монополия на власть и на экономику принадлежит Назарбаеву. Именно поэтому, если вы хотите улучшить свою жизнь, то необходимо добиться, чтобы монополии в стране были разрушены или были под контролем народа. В первую очередь, необходимо разрушить монополию на власть Назарбаева. Вступайте в ДВК, и мы вместе добьёмся перемен и построим передовую страну. Пришло время перемен. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моём канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократический выбор Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в Демократический выбор Казахстана.